МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Режим ЧС. В Канаше сгорела крыша пятиэтажного жилого дома. Заботой о четвероногих. Как в столице республики планируют реализовывать федеральный закон об ответственном отношении к животным? Спортивная гордость. Вице-чемпионка мира по фристайлу Лана Прусакова готовится к Олимпиаде. Чрезвычайное происшествие. В ночь на 1 апреле в пятиэтажном жилом доме по улице Разина в Канаше загорелась крыша. Общая площадь сгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет. К месту ЧП приехала глава Чувашии. Из Канаша передают мои коллеги Татьяна Молкова и Юрий Марков. Здравствуйте. Мы находимся в Канаше на месте пожара. Сегодня ночью здесь в пятиэтажном доме горела крыша. Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3 часа ночи. Все 98 жильцов этого дома, в том числе 10 детей, были эвакуированы. Сейчас они располагаются в общежитии Канашского техникума. Они обеспечены всем необходимым. В течение дня жильцы, конечно, подходили к своему дому для того, чтобы войти в квартиры и взять самое необходимое. Но оценить ущерб их пока не пускают. На месте работают специальные службы. Некоторые СМИ сообщают о том, что летом 2020 года здесь был проведен капитальный ремонт кровли. И вот, что нам рассказали жильцы. Квартира где находится? На каком этаже? На пятом. На пятом. Прямо рядом с вами. Ой, как шумело. Это вообще ужас один. Гудело прям. Страшно было? Страшно. А где вы разместились? Где вы провели вот эту часть дня сегодня? Утром нас увезли в третью школу. Там сразу нам горячий чай дали. Там врачи, давление, таблетки, уколы. Кому делали, кому что понадобилось, полная помощь была. А потом, пока это все нам, таблетки, давление все мерили, приготовили завтрак. Кашу вкусную дали, чай попили, накормили завтраком. Специалисты устанавливают причину пожара. Обстоятельства произошедшего докладывают главе Чуваши Олегу Николаеву. Сейчас создали комиссию на уровне муниципалитета с участием граждан. Комиссию на каждую квартиру обойдем с фотографированием и дальнейшей уже экспертизой ущерба. Мы же тут с вами должны понять, в течение какого времени мы приведем в порядок этот дом. Насчет этого, конечно, эксперты должны дать, сколько там работ надо будет. Но предварительно, я думаю, даже не меньше месяца. Каждая семья получит выплаты, предусмотренные законодательством. Но самое главное, мы будем и дальше сопровождать этот процесс. И в зависимости от того, насколько будет длительная процедура восстановления дома, будем исходить из складывающейся ситуации и будем принимать решения такие, чтобы каждый человек чувствовал себя, что есть полное соучастие и сопровождение властей всех уровней. Здесь сейчас работает следственная оперативная группа, следственный комитет, МЧС. Выясняем, где очаг возгорания. По предварительной версии, очаг возгорания был в третьем подъезде, между четвертым и пятым этажей, в шахте оборудования. Скорее всего, провайдер устанавливал какое-то оборудование. Там произошло короткое замыкание. По вентиляционной шахте огонь поднялся наверх, на крышу. И погода была ветреная, и по крыше уже распространялся по горючим материалам. Это предварительная версия. Вот сейчас следственная группа работает. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В результате сгорела кровля, жильцы не пострадали. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике организована доследственная проверка. В Чебоксарах сегодня тушили условный пожар в многоэтажном доме. Учения МЧС были запланированы ранее, и пришествия в Канаше еще раз доказала, насколько они необходимы. Город Чебоксара, энергетика в 17, 23-этажное здание, загорание на 16 этаже, предварительно внутри остались люди. Сигнал тревоги дает старт спасательной операции, в которой участвуют все экстренные службы. Все происходящее – отработка их взаимодействия в условиях ЧС. По сценарию пожар возник на 16 этаже. Огонь начал распространяться дальше. Мешает сильное задымление. Задача пожарных – предотвратить развитие пожара и эвакуировать оставшихся в огненном плену людей. Чем выше расположен очаг возгорания, тем больше времени и сил требуется на развертывание средств тушения. Подниматься по лестнице в полной экипировке, да еще и с рукавами, очень тяжело. А использовать лифт при пожаре нельзя. 21 этажа, в общем, 4 человека эвакуированы. 20 этаж проверяли или нет? Благодаря слаженной работе спасателей с условным возгоранием успешно справляются в кратчайший срок – всего за полчаса. Провели тренировочные пожарно-тактические учения с личным составом пожарно-спасательного гарнизона к городу Чебоксары. Отрабатывали ранг пожара по номеру 2, по номеру сложности 2. Было привлечено всего 10 единиц пожарной техники и порядка 40 человек личного состава. Основные моменты, на которые мы сделали упор на данной тренировке, это эвакуация жильцов с верхних этажей и отработка способов тушения пожара на верхних этажах. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. Агентство по страхованию вкладов с 5 апреля начинает выплаты вкладчикам столичного банка «Мегаполис». Напомним, Центробанк отозвал у него лицензию. В целях оперативного осуществления выплат будут задействованы структурные подразделения Сбербанка. В Чувашии находятся 40 отделений, 30 из них в Чебоксарах. По оценкам агентства, 98% вкладчиков «Мегаполиса» смогут вернуть деньги. Сбербанк осуществляет прием заявлений в течение одного года. Подробная информация будет размещена завтра на сайте агентства по страхованию вкладов. Банк «Мегаполис» являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, на сумму страхового возмещения, то есть 100% наличия средств во вкладе вместе с процентами, на одного вкладчика, на предельную сумму страхового возмещения, 1,4 млн, будут выплачены средства. Туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации в части благотворительных, религиозных организаций, товарищцев собственных жилья. Здесь, в общем-то, защищенность будет чуть выше. Цивильск – один из интересных малых городов России, бывший уездный центр. В самом городе и районе немало достопримечательностей. Что может стать центром притяжения туристов? Каковы перспективы развития этой территории? Важные вопросы обсудили во время рабочей поездки главы Чувашии в Цивильский район. Цивильск – один из паломнических центров. Здесь расположен Тихвинский богородичный женский монастырь. Немало достопримечательностей и вокруг него. Перспективы развития исторической части города обсудили с московским архитектурным критиком Еленой Гонсалес. И наша задача сделать так, чтобы в этот маршрут туристически были включены еще два храма. Троицкий собор вполне заслуживает быть включен в этот маршрут. Вторым пунктом притяжения должна стать ярмарочная площадь. Помимо традиционной Тихвинской ярмарки, там предложили запустить и другие активности. Например, проведение различных фестивалей. Доработанный проект развития туристического центра «Цивильска» обсудят в конце апреля. В развитии нуждается и микрорайон «Южный-2». Микрорайон сильно развивается сегодня здесь. Более тысячи жителей уже в очередь в детский сад. Только с этого микрорайона записано 138 детишек. И вот здесь, здесь проблема номер один – это пешеходный переход. Если мы его оставляем в перспективе на просто, как говорится, по поверхности проезжей части, это даже регулируемо. Потенциальная опасность есть в здоровье и жизни детей. Проблема с отсутствием водоотведения. Те проектировщики, они даже не приезжали, дистанционно работали. Они элементарно думали, что вода будет в гору уходить естественным образом, что невозможно. Эти вопросы будут решены в ближайшее время. В частности, строительство детского сада завершится в ноябре этого года. Проблем здесь нет. Что не скажешь о Чурачекской школе. Протекающая крыша, скрипучий пол, обвалившаяся штукатурка. 375 детей учатся в неподходящих условиях. Один корпус находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. Три оставшихся не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В тот случай, когда надо срочно строить новую школу, и, к сожалению, объект запустили, будем прикладывать максимум усилий, чтобы ускорить процесс начала строительства. Благо, проектно-смертная документация разработана, находится на стадии экспертизы. С сегодняшнего дня я эту ситуацию беру под личные контроли. Предполагаемая стоимость проекта – более 300 миллионов рублей. Власти надеются начать строительство уже в этом году. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. И в развитии темы. Строительство очистных сооружений в большинстве районных центров – насущная задача. Старые были построены еще в прошлом веке. Их физический износ превысил все нормативы. О новых стандартах благоустройства в нашем сюжете. Жители Янтикова уже давно мечтали о новой системе очистки. Село растет, нагрузки увеличиваются. В рамках республиканской программы модернизации развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и здесь идет строительство нового комплекса производительностью 500 кубометров в сутки. Завершение этого строительства на самом деле позволит полностью обеспечить очистку сточных вод в селе Янтиково. Потому что старые очистные построились в начале 80-х годов, и они уже должным образом не отвечают на современные требования. Объект должны были сдать к концу сентября прошлого года. Но при строительстве возникли сложности. Сначала работа встала на этапе подготовки фундамента. Поднялись подземные воды. Позже выяснилось, что при разработке проекта были допущены ошибки. Отсюда и задержка в поставке оборудования. После вынужденного перерыва здесь возобновились строительно-монтажные работы. Идет отделка производственно-складского здания. Технологии очистки будут отвечать всем современным требованиям. Локальное очистное сооружение села Янтиково подразумевает собой север резервуаров. Имеет две ступени очистки и устранительную емкость для сбора очистки вод. Первая очистка происходит на первой ступени. И получается через аэратор она расщепление идет. А потом уже на выходе через КНС, канализованную отсосную станцию, подается на лампу УФО, ультрафиолетовая очистка. Свой экологический баланс восстановит и река Аль. Туда, наконец-то, перестанут поступать вредные стоки. Ульяна Пятакова, Александр Атяков, Республика. С этого дня вступили в силу новые правила при приеме экзаменов на водительские права. Ключевое изменение – отмена экзамена на автодроме. Проверка вождения будет происходить исключительно в условиях реального дорожного движения. Так что права на ошибку у курсантов не будет. Все учебные организации в основном справляются с подготовкой водителей в части подготовки кандидатов-водителей к сдаче экзаменов по теоретической части. Порядка 70% кандидатов-водителей у нас теории сдают. Затем отсев происходит около 10%. Это на автодроме. И уже почти 90% в условиях города. То есть учебным организациям в первую очередь надо конкретно заниматься в части своей преподавательской деятельности, конкретно внести свои коррективы и готовить кандидатов-водителей для вождения транспортными средствами в условиях города на дорогах. Есть и другие изменения в порядке сдачи испытаний. Так, использование телефона во время движения, дважды сбитое разметочное оборудование и остановка двигателя два раза являются основаниями для прекращения проведения практического экзамена и выставления оценки «Не сдал». Федеральному закону об ответственном отношении к животным чуть более двух лет. Большие полномочия в этой сфере отданы органам местного самоуправления. В планах – строительство по республике приютов для бездомных собак и кошек. В столице уже действует центр передержки. Большей частью ему помогают неравнодушные жители. Государственной поддержки явно не хватает. Чтобы вникнуть в суть проблемы, здесь побывали депутаты Чебоксарского городского собрания. Работникам центра помогают волонтеры. Здесь большая нужда в кормах, витаминах, одеялах, ошейниках. Рады паре лишних человеческих рук, чтобы убрать вольерах погулять с животными. Сегодня я решил провести время с собаками, так как у меня выходной. Погулять с ними, чтобы развивать их выносливость и ноги. Потому что сидя на цепи, они ослабевают и их здоровье ухудшается. Под открытым воздухом живут 450 собак. Почти два раза больше, чем планировалось. Нужны новые помещения. Гуманного отношения требует и закон. Сейчас решается вопрос по реконструкции этого приюта и строительству нового. Сейчас пункт передержки перевели в статус приюта, где мы сейчас находимся. Идет проектирование. Если у нас получится получить финансирование с республиканского бюджета, найдем мы средства в городском бюджете. Начнем средства приют на 500 собак, на 200 кошек на Лапсарском проезде. Сейчас проекта смертной документации порядка 80 миллионов рублей. Мы сейчас работаем на том, чтобы уменьшить эту сумму, проект пересмотреть, посмотреть, может быть, изыскать возможности по уменьшению этой суммы. Ну, приют необходимо строить, он очень востребован. Мы сейчас все смотрим. Неоднократно сюда выезжали, смотрим, в каких условиях находятся у нас здесь собаки, бездомные животные. То есть, поэтому нам надо принимать такие меры. Строительство нового приюта для 700 животных запланировано на следующий год. Здесь будут теплые вольеры, ветеринарный блок, секции для мытья. За выполнение статей закона отвечает управление ЖКХ и благоустройство столицы. Конечно, проблема намного шире. Здесь и безопасность людей на улицах. Стаи бродячих собак создают угрозу здоровью людей. Поэтому надо решать вопрос принудительной стерилизации животных, чтобы не увеличивать число брошенных. Новая зона ответственности должна появиться и у владельцев домашних животных. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. В Чебоксарах прошел финал федерального проекта партии «Новые люди». Марафон идей, так он называется, предполагает сбор инициатив жителей по улучшению жизни в своем городе, регионе, стране. Партия готова софинансировать лучшие. Проект охватил 65 регионов страны. В каждом свой победитель. Жители Чувашии подали более 190 предложений. Большинство касаются проблем сферы ЖКХ, образования и экологии. Мы хотели, чтобы эти проекты были, во-первых, реальны. Их реально можно было реализовать. Чтобы можно было реализовать не в долгосрочном перспективе, а хотелось бы сейчас. И в целом хотелось бы, чтобы они были направлены в том числе на развитие города, развитие республики, чтобы людям становилось приятнее жить в этой республике. В финал вышли 10 человек. Авторы защищали свои проекты перед экспертным жюри. Были определены три победителя. Дмитрий Егоров получил 50 тысяч рублей на устройство трех спортивных площадок по мини-футболу. Раисе Черковой вручили сертификат на 125 тысяч рублей для создания волейбольной площадки в Урнарском районе. Еще одна победительница – Ирина Крылова. Она предложила оборудовать открытое пространство для выгула собак. Я сама по себе очень боюсь собак. Но собаки не виноваты, что я их боюсь. Поэтому это компромисс для людей, которые боятся собак и для самих собак. Потому что им будет удобнее гулять в парках, нежели по узким тротуарам. А нам, людям, которые боятся собак, будет не страшно выходить на улицу, потому что теперь собаки будут выгуливаться там, где им комфортно. Эксперты отметили, что все проекты достойны внимания и реализации. Мы с каждым участником будем на связи, будем смотреть, как идет реализация проекта, какой ход проекта, на каком этапе находится проект. Несмотря на то, что у нас всего лишь три победителя было со всеми остальными проектами и, в принципе, с людьми, которые готовы предоставлять идеи и их реализовывать, мы готовы сотрудничать, мы их приглашаем в сотрудничество. От сердечно-сосудистых заболеваний в России ежегодно погибают более одного миллиона человек. В весенний период случаи инфаркта учащаются. О том, как предупредить болезни, что нужно делать при первых симптомах в нашем материале. Коварный, тихий инфаркт. Так, врачи говорят про недуг. Главная опасность в том, что болезнь сложно распознать сразу. А вот времени на его лечение совсем немного. На спасение с минимальными последствиями у медиков есть только один золотой час. Людям надо знать, что боль за грудиной – это самый типичный симптом, который возникает при остром инфаркте миокарда. Кроме боли за грудиной, которая характеризуется сжением, давлением, не какая-то резкая боль, а именно давящая боль. Если у вас возникает боль, то нужно принять таблетку нитроглицерина, если она есть, таблетку аспирина, и вызвать скорую, и не принимать, не делать никаких физических нагрузок. Владимир Молев пережил инфаркт дважды. Первый в 54 года. Вечером после напряженного дня на работе закололо в сердце и отнялась рука. Второй совсем недавно. В январе месяце, тоже так же после работы, напряженная работа такая была, психовал немного, и нагрузки были, тоже пришел, поел. Но я терпел, думал, когда же у меня рука опять начнет тянуть. Но этого не случилось, но здесь уже терпеть не надо. Я вызвал 112, хирург с сестрами вот так встали, когда уже после операции. Они говорят, посмотри, вот эти люди спасли тебя. Если бы ты еще час потерпел, то бы спасать, может быть, и не получилось бы спасти. Человек, перенесший инфаркт, должен изменить свой образ жизни. Обязательный прием лекарственных препаратов и реабилитация помогут восстановить качество жизни. Имеются отделения, где проводят с этими пациентами работу психологи, психотерапевты. Им определяется режим физической реабилитации. Также им определяется и медикаментозная терапия, после которой они выйдут и будут продолжать эту терапию в течение года. На 100% застраховаться от сердечно-сосудистых заболеваний нельзя, но можно минимизировать риски. Для этого необходимо нормализовать питание, стараться больше двигаться и отказаться от вредных привычек. И, конечно, быть внимательными к себе при первых признаках болезни и обращаться за медицинской помощью. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Чтобы помнили, интерес к истории своей семьи, народа, страны, уважительное отношение к прошлому необходимо воспитывать с детства. В Чебосарском детском саду номер 185 нашли очень интересный способ рассказать малышам о героическом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Кстати, это один из детсадов Чувашии, который вошел в российский рейтинг лучших дошкольных образовательных учреждений. Есть такие события, которые не стираются с памяти народа, а наоборот, их восприятие с каждым годом становится все острее. Среди них и подвиг тех, кто встал на защиту Родины во времена Великой Отечественной войны. На фронте и в тылу. Ольга Леонтьева, педагог-психолог столичного детского сада номер 185, рассказала юным воспитанникам о строительстве оборонительных рубежей с помощью песочной анимации. Когда ваши дедушки, прадедушки были совсем еще молодыми, в Чувашии развернулось масштабное строительство обороны, то есть защита от врага, потому что враг был очень близко. Дети с интересом слушали о строительстве линии обороны и даже сами учились рисовать. Мы сегодня увидели, как рыли сурский рубеж. Если бы танк проехал, он упал. Сурский рубеж и дальше бы не проехал. Сурский рубеж был 2 метра глубину, а ширину 6 метров. Подобные занятия, по мнению педагогов, важны в восприятии любых тем, особенно касающихся истории нашей страны. Тема трудового подвига строителей оборонительных рубежей достаточно сложная для детей, и мы искали пути преподнесения этой темы. Вспоминая свое детство, свои игры с песком, я нашла способ, песочная анимация, с помощью которой могу отвечать на вопросы детей, развивать современных детей, чтобы им было не скучно и интересно. Мы считаем, что очень важно воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, гордость за трудовой подвиг своего народа. Такой наглядный урок истории для самых маленьких – лишь часть большого плана на год памяти строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Сейчас идет разработка методических рекомендаций по проведению открытых уроков трудовой подвиг строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Они пройдут в школах республики в мае. Помимо этого запланировано большое количество конкурсов творческих работ, сочинений и викторин. Ульяна Питакова, Бахтияр Велиев, Республика. Десять лет на лыжах, из них семь отданы именно фристайлу. Вице-чемпионка мира Лана Прусакова ненадолго приехала в Чебоксары повидаться с родителями и отдохнуть. Впереди новые старты. Каждая награда только прибавляет уверенности. Лана прочно обосновалась в мировом рейтинге горнолыжников. Без упорного труда не было бы таких впечатляющих результатов. Но физические нагрузки – это еще не все. Важно научиться контролировать свое эмоциональное состояние, справляться с волнением. Спортсменка до сих пор прокручивает в голове свои выступления. Когда я только-только получила эту медаль, я не могла поверить в то, что это происходит со мной, потому что действительно соревнования очень высокого ранга. На чемпионате мира в третьей попытке я совершила трюк, который называется даблкорк 1260, то есть 1260 градусов я выкрутила. Это ровно 3,5 оборота. Для того, чтобы прыгнуть этот трюк, я очень долго тренировала его в подушку и очень недолго прыгала его на снег, на настоящем трамплине. Что, конечно же, было очень непросто. Этот трюк, он действительно очень для меня важный. Я очень горжусь тем, что смогла прыгнуть его на этом чемпионате. Ее спортивная история началась, когда Лане было всего 10 лет. На Новый год родители подарили ей горные лыжи. По словам спортсменки, на тот момент она очень расстроилась. В письме Деду Морозу она попросила большого плюшевого медведя. Сейчас она называет этот подарок судьбоносным. Ведь буквально на следующий день, на семейном отдыхе в горнолыжном центре, ее заметил будущий первый тренер Валерий Васильевич. Мы, конечно, за нее очень болели. Все наши отделения, все наши спортсмены, не только наши спортсмены. И как бы и вся школа, наверное, вся республика за нее болели. Это первая история развития именно лыжных видов спорта, что такая медаль пришла к нам, завоеванная нашей спортсменкой, за все развитие лыжных видов спорта. Самые, наверное, волнительные минуты, когда начинает наша спортсменка выступать. Для сборной России путь в Америку был непростой, так как в связи с пандемией пришлось долго ждать получения американской визы. Ближайшая свободная дата посещения консульства была только через год. К счастью, визу все-таки удалось получить. Но поздновато пришлось пропустить соревнования по слоп-стайлу. Возможно, это снова судьба, шутит Лана. В 2022 году Пекин примет зимние Олимпийские игры. По баллам я пока что прохожу. Я где-то в середине рейтинга. Планирую, конечно же, во-первых, принять участие в Олимпийских играх, а во-вторых, хотелось бы рассчитывать на медаль. Но после чемпионата мира, знаете, появилась какая-то уверенность в плане своих трюков, в плане своего состояния вообще и намерения. Так что хотелось бы достойно выступить на Олимпиаде. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости четверга, 1 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова